Добро пожаловать на Креэшн Толк. Сегодня мы будем отвечать на вопрос, как пресноводная и морская рыбы пережили поток. Добро пожаловать на Креэшн Толк. Меня зовут Джо Тей, а это доктор Роберт Картер. Привет, Джо. Привет. Сегодня мы имеем дело с этим вопросом, который иногда задают. Как пресноводная рыба пережила поток? Почему люди задают этот вопрос? Большинство людей знает, что пресноводная рыба не может выжить в соленой воде. И если прочесть Писание, которое вот здесь у меня, то в Бытие 7.19 написано «И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом». Это происходит во время потопа. И это означает, что океаны покрыли все пресноводные водоемы на суше, что может быть проблемой. Значит ли, что вся пресноводная рыба вымерла, если всемирный потоп был на самом деле? Так как рыба пережила попадание в соленую или в пресную воду? Это вопрос биологии? Отчасти это вопрос биологии, а отчасти вопрос времени. Но биология на самом деле очень интересна. Большая часть рыб является стеногалиной, что значит, что она может выжить только в соленой или в пресной воде. Это правда на сегодняшний день. Но есть много видов рыб, которые являются эвригалинами, то есть они могут жить в разной воде. Известный пример — это лосось. Таких рыб еще называют анодромными. Большую часть своей жизни они проводят в соленой воде, но на нерест они плывут в пресной воды. Оседр. Корюшковые рыбы. Некоторые морские скаты. Или известный пример — это тупорылая акула, которая плывет сотни миль по Миссисипи, а потом сотни миль по реке Амазонки. Так что в пресной воде на вас может напасть акула. Есть много видов, которые так плавают. Но с другой стороны, есть рыбы, которых называют катодромными, которые большую часть живут в пресной воде, но на нерест плывут в соленую. Например, американские виды уже и делают так. Есть еще рыба под названием барамунди, живущая в Азии, и есть некоторые разновидности этих рыб, которые вообще не возвращаются в пресную воду. То есть они адаптировались к новой среде? Да. Но рыбе не просто плавать в соленой воде. Морская рыба все время пьет и все время избавляется от соли. Если они не будут этого делать, то соленая вода погубит их. В рыбе находится намного больше соли, чем в воде. В пресной воде все наоборот. Но рыбе нужно все время избавляться от воды. Она поглощает воду жабрами, и ей нужно от нее избавиться, потому что в пресной воде меньше соли, чем в самой рыбе. Так это два разных биологических процесса. Да, рыбы по-разному справляются с концентрацией соли в воде. Но некоторые рыбы могут покидать соленые воды. Таким нужно несколько дней, чтобы приспособиться к пресной, и наоборот. Разве не ты мне рассказывал историю о том, как ты пытался вырастить пресноводную рыбу в соленом аквариуме? Я рассказывал о том, что когда я изучал биологию морских существ, то мне нужно было приготовить аквариум соленой водой. Можно много времени, чтобы приготовить аквариум, потому что из-за небольших изменений химического состава воды, рыба может умереть. Потому лучше не пускать дорогую морскую рыбу в новый аквариум. Можно пойти в магазин и купить пресноводных малинези за доллар, и использовать этих рыб в аквариуме, потому что они хорошо переносят соленую воду. Ее лучше не бросать сразу в соленую воду. Но если медленно добавлять соленую воду в аквариум на протяжении нескольких часов, то затем рыбу можно пустить туда, и все будет в порядке. Каким образом эта рыба помогает аквариуму? Питаясь и опорожняясь, она производит питательные вещества для бактерий. Ты имеешь в виду для полезных бактерий? Да. Таким образом можно размножить этих бактерий. Если же пустить множество рыб в аквариум, без бактерий, то они отравят себя. То есть ты постепенно менял соленость воды и дал возможность пресноводной рыбе адаптироваться жить в соленой воде? Да. А потом ты смешал ее с морской рыбой? Да. Потом добавляешь их в аквариум с соленой водой, и они будут чувствовать себя нормально. Итак, как те рыбы, которые могут выжить только в соленой воде или только в пресной воде, пережили потоп несколько тысяч лет тому назад? Есть ряд вещей, которые следовало бы учесть. Проблема возникает с пресноводной рыбой. Почему? Потому что океаны соленые, и если они покрыли сушу, то с морской рыбой проблем быть не должно. Та пресноводная рыба, которая жила бы в водоемах внутри суши, является проблемой. Итак, как появляется пресноводная рыба сегодня? Я говорю о той, которая может выжить только в пресной воде. Есть несколько вариантов. Прежде всего, если сегодня вид рыб не способен выжить в соленой воде, то это не значит, что его предковый вид не мог. Значит, ты говоришь, что в прошлом они могли жить в разных водах, а сегодня потеряли такую способность. Вполне возможно. Например, если у рыб, которые живут сегодня в Амазонке и не встречаются соленой водой, в прошлом был ген, который был удален или поломан, но не повлиял на рыбу. То есть ты говоришь, что рыбы адаптировались после потопа, и теперь приспособились, потеряв возможность адаптации к пресной воде. Ты это имеешь в виду? Многие примеры адаптации, которые мы видим сегодня, связаны с потерей чего-то, но благодаря этому виды хорошо приспосабливаются к окружающей среде. Как только они приспособились, то теряют возможность вернуться к предыдущему состоянию и теперь не могут жить в тех же условиях, в которых жили их предки. Это интересно, потому что многие думают, что эволюционисты верят в изменения, а креационисты нет. Но ты говоришь, что Библия говорит нам, что животные будут адаптироваться очень быстро. Значит, если я правильно понимаю, то именно креационисты верят в быстрые изменения, а эволюционисты верят в медленные изменения. Да, и они верят в медленные изменения, потому что Чарльз Дарвин писал, что на появление новых видов нужны миллионы лет. Итак, быстрые изменения у животных соответствуют Слову Божьему. Верно. Все дело в значении слова «эволюция». Если спросить многих людей, что значит «эволюция», то они скажут, что это изменения со временем. Ага. Все учебники определяют эволюцию как изменения со временем. Да, но это самое упрощенное определение, потому что я верю в изменения со временем, и я не эволюционист. И, как ты говоришь, мы верим в быстрые изменения со временем. Верно. Потому только из-за того, что у животных есть изменения, не означает, что эволюция верна, поскольку эволюция — это вера в общего предка всего живого. Потому определение слова «эволюция» должно быть достаточно измененной. На протяжении достаточного времени теоретически может вести к общности предка. Так почему же они не определяют эволюцию как общность предка? Я не знаю. И в этом проблема. А что если все изменения идут вниз? Что если эти изменения идут в другую сторону? Что если мы видим, как рыба-то увеличивается в размере, то уменьшается на протяжении десятилетий в зависимости от окружающей среды? Это не аргумент в пользу общего предка. Это свидетельство мудрости Божией. Когда он создал виды, то создал их со способностью адаптироваться. То есть адаптация и изменения — это доказательство замысла? Точно. Это свидетельство мудрости Божией, который вложил в свое творение способность делать это. И когда мы видим, что рыба теряет способность адаптации к пресной или соленой воде, то это потеря функции. Да, именно это я имел в виду под фразой «изменения вниз». На самом деле большинство изменений, которые мы наблюдаем, — это изменения вниз. Это либо избавление от ненужной информации в ДНК, либо поломка чего-то. Именно такие адаптации мы наблюдаем. У нас много статей на эту тему на сайте creation.com. Все это является частью модели сотворения. Это замечательно. А соленая и пресная вода смешиваются между собой? Только отчасти. Ты сейчас напоминаешь мне о нашем сегодняшнем разговоре. Когда европейцы открыли Амазонку, то они не были возле суши. Не были возле суши? Да. А где они были? Они были в океане в лодке, и когда они плыли через океан, то пересекли воду, которая была другого цвета. Они сказали, «Погодите, это пресная вода». Тогда они развернулись и заплыли прямо в Амазонку. На тот момент они могли находиться за 50 миль от берега, потому они просто проследовали за пресной водой. Значит, там была пресная вода, и она не смешивалась с соленой? Верно. Потому что пресная вода не такая плотная, как соленая. Соль делает соленую воду тяжелее, потому пресная вода обычно всплывает на поверхность, и иногда она может оставаться на поверхности долгое время. Ясно. Так какое-то все имеет отношение к всемирному потопу? Дождь во время потопа был бы пресным, и теоретически, во время потопа, могли быть области с пресной водой на планете, что предоставляло бы пресноводной рыбе возможность выжить. Это если мы говорим о той рыбе, которая не могла бы выжить в соленой воде, и эти воды не смешивались бы между собой. Скорость смешивания зависит от разницы в солености, разницы температуры и от силы течения. Но на это может уйти много времени. На самом деле, если на поверхности воды плавало бы много растительности, то над этой растительностью могла быть пресная вода. На воде могли быть огромные маты из бревен с ветками и листьями, а на поверхности этих матов могла быть пресная вода. И под ними также. Потому рыбе было где спрятаться. Но давай отойдем на шаг назад. Возможно, что изначально все рыбы могли бы выживать как в соленой, так и в пресной воде, а после некоторые потеряли бы одну из способностей. Есть много вариантов. В действительности есть так много решений, что на самом деле это не проблема вовсе. Итак, давайте подведем итог. Мы объяснили, что эволюция — это не изменение во времени, поскольку креационисты тоже верят в изменения, только в более быстрые, чем эволюционисты. И мы также упоминали, что соленые и пресные воды могут находиться в одном месте, потому что они не всегда смешиваются. Например, пресная вода могла находиться на поверхности древесных матов, потому она не смешивалась бы быстро. Мы также указали, что возможно, что вначале все рыбы могли выживать как в соленой, так и в пресной воде. Они были созданы адаптироваться. Потому после потопа некоторые виды могли потерять способность жить в разной среде. Да. В общем, это наш ответ на вопрос о том, как пресноводная и морская рыбы выжили в потоп. Спасибо, Боб. Мы надеемся, что вам понравилось это обсуждение. Посетите сайт creation.com. Вы можете вписать в нашем поисковике пресноводная рыба и найти статьи на эту тему. У нас есть и другие видео на эту тему. Оставляйте свои комментарии. Мы хотели бы узнать ваши мысли насчет этой дискуссии. Получили ли вы ответ? Вы также можете подписаться на наш аудиоподкаст, если хотите слушать нас в поездке. Спасибо. Продолжение следует...